А вы думаете, вот эти все репрессии, вот эти, можно сказать, поупыточные или пыточные какие-то условия, там, задержание, это все от них? Нет, это, безусловно, творчество местных силовых структур, причем самых низовых слоев этих низовых структур, потому что в Баймак, когда пошла информация, так, соберите там самых активных, они поехали ведь, ну, местные-то местных знают, Баймак очень маленький город, и они поехали собирать это по собственному усмотрению. По дворам, по сути, в обход? По дворам, по квартирам, там еще что-то, кто-то кому-то, может, что-то старое припомнил, там еще что-то, и так далее. То есть это, конечно, творчество самых низовых исполнителей, и оно на самом деле противоречит той концепции, с которой сюда прислали вот эту группу следователей. То есть им нужно показать недопустимость экстремизма, национализма и вот этих вот, значит, протестных действий на примере, ну, четких иллюстрированных, значит, вот персонажей, вот такой человек, вот такой человек. А когда там навезли непонятно кого и собрали по непонятно какому принципу, и явили их, потому что следователи ГСУ, они не знают, где находится Баймак, и тем более они не будут ходить по квартирам арестовывать подозреваемых. То есть тут произошел сбой системы внутри. Это первое. Второе, то, что мы видим на поверхности, когда действительно население и вот этот так называемый народ, он видит, что репрессии нарастают, несмотря на их многочисленное обращение к Владимиру Путину, и, ну, вывод напрашивается сам собой, что Путин благотворствует и благоволит тому, что происходит в Ашкирии. Ну, и через 42 дня, видимо, Путин получит какой-то ответ. Я не питаю иллюзией, что результаты выборов в Ашкирии будут оглушительными в пользу Путина, они такими будут, но они будут нарисованы. То есть придется очень многое исправлять. Я не уверен, что в Баймаке большинство проголосует за Путина. Вот абсолютно не уверен. Но, конечно, там итоговый протокол будет известен. Так что вот это тот самый эффект, который федеральный центр получает из-за раздолбайства управления внутренней политики главы администрации Башкортостана и из-за его личного раздолбайства в этой сфере. И я думаю, что федеральный центр, конечно, этого не забудет Хабира.